Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня у нас спешл гест, специальный гость, это Джоэл из команды Dash. Привет, бро. Рады тебя видеть у нас на канале. Здорово. Спасибо, что пригласил, и я тоже очень рад тебя видеть. Окей, может быть, ты нам расскажешь немного про свою предысторию, про свой бэкграунд? Да, я в крипто уже около 9 лет. С 2013 года я узнал об этом, когда мне было с позиции свободы. Я всегда верил в людскую свободу. И в какой-то момент, в 2013, я присоединился к проекту, который назывался «Свободное государство» в США, по сути, являющееся движением о перемещении людей в одну локацию, чтобы увеличить результат их совместных действий. В некоторой степени создание свободного общества. И все они говорили о криптовалюте, в основном о биткоине. И примерно в 2000 летом того года, мой друг заплатил за часть пиццы, которую мы тогда ели. Он заплатил за свою часть биткоином. Так, я получил свой первый биткоин за пиццу. И в то время, примерно через несколько месяцев спустя, цена биткоина выросла в 10 раз. И после того момента я понял, что это, по сути, была технология, сильно изменяющая мир. И каждый должен ее использовать. Да, точно. Знаешь, большинство нашей аудитории, в основном, это спекулянты, которые хотят заработать быстро, которые хотят разбогатеть быстро. И многие не задумываются о технологической перспективе. Но я думаю, что самая интересная вещь здесь, это как раз то, что мы здесь в долгу за технологией. Ну, хочешь, я тебе расскажу в двух словах свой бэкграунд. Я в крипте тоже давно, года с 15-го, приблизительно. Я помню еще в 16-м, когда Dash стоил в районе 2-4 долларов. Да, конечно. Такая тема. Да, это был огромный хайп, огромный пузырь 2017 года, когда мы запампились на 1500-1600. И потом вернулись медвежки обратно на 40. Так что да, очень много спекулянтов сейчас задаются вопросом, что происходит с Dash. Он что, мертвый? Почему он такой дешевый и такой недооцененный? Что произошло с этим даркойном, Dash коином и в целом с этим проектом Digital Cash? Что ты можешь нам сказать на этот счет? Да, это то, что я пытался понять сам многие годы. Одно мы должны понять, что пузырь хайпа 2017 года, а это был большой пузырь хайпа, что Dash был первым проектом, первым крупным проектом, который предложил вознаграждение за стейкинг, мастер ноды. И если у тебя есть 1000 Dash, то ты можешь начать получать повторяющиеся доходы. Очень немногие проекты могли это предложить, и поэтому большое количество людей стали вкладывать свои деньги в Dash. Потому что они ожидали, «Хей, если я потрачу 10 тысяч долларов сегодня на мастер ноду по цене 10 долларов за Dash, неважно какая была цена, то мне больше никогда не придется работать». И все, я просто выхожу на пенсию. И много людей забросили цену действительно высоко. Но затем появились и другие проекты, которые также предлагали заработок на стейкинге. И постепенно цена вернулась к реальности. Но также многое из этого, я считаю, было связано с ожиданиями так называемой эволюционной платформы, которая... Я ненавижу делать предсказания, которую мы, похоже, буквально через несколько месяцев полноценно выпустим в основной сети. Но так как она ожидалась годами ранее, то многие люди думали, что, о, проект идет в никуда. Это мое личное мнение. Но определенно работа идет, и в 2015... В конце 2015... Нет, а, да, в конце 2015, когда я еще использовал биткоин, я зашел в Dash. Последующий год я решил прекратить получать зарплату и любые выплаты в долларах, в Афиате, и только работать с криптовалютой. И это был последний момент, когда я получал фиат в 2015. И в течение года, живя с биткоином, я пришел к тому, что закрыл свой банковский счет и жил полностью без него. Но затем биткоин стало сложно использовать для платежей. Это был конец 2016, когда я перешел на Dash. Так что я использую Dash как мои основные деньги сегодня и, скажем, с конца 2016 года. То есть много-много лет. И за это время, с каждым годом, это становилось делать все легче и легче. Все больше сервисов принимают это. И, кстати, сегодня происходит большой релиз, о котором я поговорю чуть позже. Да, было... Развивались основы. И я не могу предугадать движение цены, но когда базовые вещи достаточно сильны и достаточно людей используют это, то все остальное за этим последует. Клево, клево. Походу, ты говоришь про Dash Direct, да? Да. Я только что сделал ретвит как раз этой новости для русскоязычного комьюнити. Можешь, расскажешь нам немного более о том, что в себя включает это приложение, как оно работает? Да. Очень долго люди пытались решить проблему траты криптовалюты в повседневной жизни. И у многих было много различных криптокарт за эти годы, что по сути было подобием банковского счета, но только ты отдавал им свое крипто, они хранили твое крипто, а затем оно конвертировалось в момент, когда ты проводил картой, что уже было большим достижением. Но все равно это было подобием использования банка. Это было точное использование банка, за исключением того, что у тебя не было остатков в фиате, у тебя был остаток в крипто. Так что появилась компания с названием Ionia, с приложением Dash Direct, которая стремилась обеспечить такой же принцип взаимодействия, но не компрометирующую вашу конфиденциальность, и не передавая контроль над вашими деньгами кому-то еще. Это ключевой принцип крипто. И они начали с программы использования подарочных карт для 155 тысяч торговцев, в которые ты мог зайти в участвующий магазин и сказать, сколько это стоит? 55. Окей. Ты вбиваешь в телефон 55, жмешь купить, отправляешь туда Dash, показываешь им, они сканируют. Очень просто для множества продавцов, но не для каждого продавца. Но сейчас они выпустили программу виртуальных мастер-карт, которая позволяет это использовать для каждого продавца. Буквально у каждого продавца, который может принимать карты в США, ты можешь потратить Dash. Есть очень важное отличие. Другие программы, использующие криптокарты, требуют твое государственное ID. Они должны знать, кто ты. У них есть программы идентификации, а также они держат твои деньги. В то время как здесь ты не предоставляешь свое ID. Ты не должен следовать этим требованиям. И ты держишь свои деньги сам до момента пяти секунд предшествующих оплате продавцу. И только точное количество, которое ты отправляешь продавцу. Так что это практически, я бы сказал, это практически идеальное криптоплатежное решение. Идеально было бы, когда ты просто напрямую отправляешь их продавцу, и больше ничего. Это самое идеальное, которое сейчас можно представить. Вау, очень круто. Но как это соотносится с антиотмывочными процедурами типа KYC и IML? В настоящее время в США, я не знаю, как это происходит в других странах, но в США ты можешь купить подарочную карту. Это подарочная карта Visa, а не просто подарочная карта продавца. Ты можешь пойти в любой продуктовый магазин США, потратить 100 долларов наличными, без предоставления ID, получить карту и отдать ее другу. Это предоплаченная карта, и он может ее использовать. Почти так же, как наличные, только в формате карты. Но, конечно, есть комиссии за активацию и другие ограничения. И это точно такая же программа, как и с картами, за исключением того, что все встроено в приложение, которое легко использовать. Там есть определенные ограничения. Например, ты можешь тратить не более 1000 долларов в день и пополнять карту суммой не более 1000 долларов за раз. Так что это не то, с чем ты можешь купить себе лодку либо дом. Так что есть определенные ограничения, связанные с легальностью. И то, что сделала компания, у нее есть партнерство с банком, и они покупают подарочные карты у банка, и затем они перепродают их клиенту. И в связи с этим они выступают как продуктовый магазин, в котором ты покупаешь подарочную карту, но более удобным способом. Ты можешь пополнять карту. У тебя остается та же карта. Ты можешь купить кредит на карту. Бит за битом, но тебе не нужно покупать новую карту. Очень клевые новости. Но это только для граждан Соединенных Штатов сейчас? Да. Айоди – это компания, которая вошла в криптовалютный бизнес относительно недавно. Год назад. У них была подобная программа, но только с картами. Ты должен был предоставить свой ID, должен предоставить все эти вещи. И это было решением для экономии денег покупателей, для направления покупательского трафика в магазины, но со входом в криптомир они начали выпускать различные продукты, и так как они расположены в США, очевидно, это стало для них первым рынком. И они планируют расширяться и в другие страны, и особенно там, где используются карты Visa. И, конечно, это будет сложнее, потому что ты должен опираться на законы и регулирование тех стран. Ты должен общаться с юристами и понять, например, в UK, Соединенное Королевство, есть ли у них похожая программа, могут ли они реализовать ее подобным путем? Да, сто пудов. Потому что, например, в России ты не можешь платить никакой другой валютой, кроме российского рубля. Так что ты должен тратить только рубли здесь. И я думаю, что да, это хорошее решение с помощью подарочных сертификатов. Я знаю уже некоторые места, где ты можешь потратить Dash с помощью подарочных карт в России. Да, я дам ссылки на них в описании. Окей. Ага. Вопрос от наших подписчиков. Не нужно ли в таком случае Dash быть стейблкоином, чтобы быть по-настоящему цифровой наличностью, средством быстрых микроплатежей? Потому что, если мы видим такую дикую волатильность цены на 20-30% в сутки, не мешает ли это быть цифровой наличкой? Да, я бы сказал, что определенно, в конце концов, стейблкоины станут ненужными. Это фактор, где мы находимся сейчас, в кривой принятия. Потому что, я не знаю, насколько все плохо с инфляцией российского рубля, но с долларом все достаточно плохо. Официально инфляция, я полагаю, 7% годовых, что является самой большой за 40 лет. Но я думаю, что реальная гораздо больше. Я видел цены за свою стрижку в начале 2020 года. Это стоило 16 долларов. Сейчас такая же стрижка стоит 22 доллара. Я вижу, что цены растут более чем на 7%. Так что доллар — это не стейблкоин, потому что он идет вниз год за годом, год за годом. Так что, по крайней мере, с Dash или биткоином, или чем-либо другим, идущими вниз, но затем возвращающимися вверх, и со временем уменьшающим это движение. Что бы я сделал, в первую очередь ты должен управлять рисками. Например, ты можешь поменять Dash на стейблкоин. И тот, который я начал использовать, и исторически я не использовал стейблкоины. Я лишь начал экспериментировать в этом году. Например, стейблкоин UST Terra Luna. Если ты можешь обменять немного Dash на это, потому что это все крипто, ты легко можешь обменять туда и обратно. У тебя есть немного этого, и ты можешь перевести это в Dash, когда захочешь, если ты не склонен к риску. И это подводит нас к следующей теме. Блокчейн Тор. Я не знаю, слышали твои подписчики об этом, но Тор добавляет Terra Luna уже очень скоро, и следующим будет Dash, который, вероятно, будет добавлен в Тор следом. Сообщество Dash тратит огромное количество сил и денег для того, чтобы обеспечить эту интеграцию и получить большую ликвидность. Так что сейчас ты сможешь, когда это случится, надеюсь, через пару месяцев, ты сможешь обменивать Dash на Terra Luna через сеть Тор, а затем менять обратно, когда ты хочешь его использовать. И опять же, здесь никакого KYC, никакого централизированного контроля. И очень просто будет хеджировать риски, когда половина в Dash, половина в Terra Luna, или если ты используешь что-то типа Binance USD, это должно быть здорово. Да, я согласен с тобой полностью насчет того, что доллар — это не стейблкоин, потому что он выглядит больше как щиткоин, теряется не постоянно. Абсолютно. Каждый год. Но знаешь, может быть, есть какие-то другие стейблкоины, например, PEXG, типа золотой стейблкоин, или что-нибудь типа того, и будет прикольно обменять Dash на золотой стейблкоин, и потом обратно. На каком блокчейне PEXG? Эфир? Да, я думаю, это Эфириум, ERC-20 токен, но я точно не уверен, надо проверить. Я думаю, это стейблкоин от биржи Gemini. Окей. Что ж, должно быть достаточно просто добавлять в что-то, похожее на Тор. Персонально мне нравится идея, и это только идея. Но мне нравится идея использовать что-то типа доллара, евро, золота и биткоина, и брать среднюю цену этих четырех активов, и смотреть, как она движется, и использовать это как стейблкоин. Понятно. Так, еще один вопрос от нашей аудитории. Как может Dash удержаться среди сотен конкурентов в этой битве конкурентов со всеми этими перехайпленными монетами, типа Соланы, Маланы, Терры Луны, и даже каста, знаешь про касту, это платежное решение для супербыстрых и бесплатных платежей. Как Dash может удержаться среди этих сотен тысяч конкурентов, тысяч криптовалют? Что ж, это одна из вещей, которая заставляет нас вернуться к основам. Реальность в том, что каждая и любая криптовалюта имеет конкурента. У эфира очень много конкурентов, у биткоина очень много конкурентов, у всех есть конкуренты, и в конце концов будет очень много криптовалют. И все сведется к тому, какая работает лучше. Так что, например, Dash, это монета, основанная на биткоине. Она использует аналогичную модель UTXO. И я не знаю, в чем заключается конфиденциальность у других монет, но я знаю, что многие современные криптовалюты имеют системы, основанные на счетах. Что значит, у вас есть один адрес, и каждый может увидеть, когда ты отправлял, кому ты отправлял, откуда ты получил и сколько. И это одно из преимуществ, что Dash имеет механизм смешивания монет. И я думаю, что мы должны добавлять еще более продвинутые механизмы конфиденциальности. У Dash ограниченный выпуск монет, и он имеет стабильный и уменьшающийся процесс инфляции. Есть другие криптовалюты, максимальный объем которых был выпущен сразу в самом начале. И они кем-то контролируются. И система мастер нодов Dash имеет хорошую стимулированную инфраструктуру, означающую, что все может быть масштабировано очень гладко. И, конечно, платформа Dash, которая, я надеюсь, появится очень скоро, что я уже устал повторять, привнесет распределенные цифровые идентичности, которые легко можно будет пересылать с адресов пользователей и создавать приложения, как децентрализированный Твиттер, и подобные вещи поверх. Так что у нас много различных вещей, которые, я считаю, должны хорошо заработать. Но часть этого еще и в том, что Dash использовался людьми, как я, на протяжении многих лет. И есть опыт того, что сработало и не сработало в коммерции, а также есть действующие партнерства. И, например, с первым выпуском Dash Direct, когда ты можешь тратить в любом месте в Америке, я не верю в то, что достаточно быстро другие криптовалюты начнут в этом конкурировать. Когда у тебя есть такое решение, то зачем тебе использовать другую монету, если есть уже это? Так что я построю свой проект на ней. Это конкуренция, ты прав. Это конкуренция. И таких будет много. И да победит лучшая монета. И каждая должна использовать инновации как можно скорее, чтобы быть в топе. Да, 100 пудов. Потому что, конечно же, этот криптопузырь это как пузырь доткомов в начале нулевых. Да, 2000-2001 год. И некоторые проекты, конечно, одержат успех. Но это будут единицы. И дофигища проектов пойдут на ноль просто или даже ниже. Поэтому лично я, что ценю в Dash на самом деле, так это то, что это не перехайпованный коин. Это не NFT коин, не DeFi коин, не парачейн и прочая вся эта тема. Это просто криптовалюта с ограниченным предложением, как биткоин, майнится как биткоин, но также стейкается с помощью мастерноуд. И, кстати, можешь внести некую ясность насчет того, что у Dash не совсем халвинг, как многие путают, пишут, что у Dash скоро халвинг. Но это на самом деле не халвинг, это более плавное уменьшение награды. Можешь рассказать об этом? Это 7% в год. У биткоина происходит каждые несколько лет 50% сокращение, а у Dash 7% каждый год. Это предсказуемое, медленное сокращение инфляции. И, по сути, это дает хорошую возможность для инфляции и распределению монеты оставаться дольше, более предсказуемой, но это постоянно сокращается. Спасибо. Так, можешь рассказать нам теперь еще о планах на будущее, об улучшениях дорожной карты проекта? Dash Pay, что нас ждет в будущем по Dash? Итак, хорошая вещь в том, что, как я и упоминал, интеграция с блокчейном Тор будет очень крупным событием, потому что это откроет еще один путь для пользователей Dash получать вознаграждение за стейкинг. И другие монеты, как, например, биткоин или догикоин, когда ты предоставляешь ликвидность для сети Тор и получаешь вознаграждение, то они ни с кем не конкурируют. Но так как у тебя есть сеть мастер-нодов, чтобы конкурировать с этим, и как инвестор, если ты хочешь получать доход, ты должен создать мастер-ноду, либо ты можешь использовать Тор. Так что оба этих пути будут стремиться расти и будут конкурировать за прибыльность. Так что это будет крупное событие, определенно выпуск Dash Direct в будущем, и пара вещей, которых пока еще нет. Первое — это NFC, это функциональность, которая еще недоступна, но должна появиться через несколько недель либо пару месяцев, что определенно сделает платежи очень легкими. Когда платформа Dash все-таки будет выпущена, каждый сможет зарегистрировать блокчейн имя пользователя и получать и отправлять на него, и использовать его для аутентификации в децентрализированных приложениях. И это очень интересная часть платформы Dash, о которой я очень воодушевлен. То, как децентрализированные приложения будут взаимодействовать с Dash блокчейном через DAPI, децентрализированное API. И это одна из больших проблем с Web3. Ты можешь децентрализированно использовать Web3, но для этого тебе нужно запустить полноценную ноду. Но практически каждый не запускает полноценную ноду. Они используют что-то наподобие MetaMask или другого сервиса, который запускает полноценную ноду для вас. Образуется много доверия и централизации. Но с платформой Dash у тебя будет возможность взаимосвязи с сетью напрямую, например, с мобильного устройства. Так что, если у тебя есть Twitter на Dash, ты можешь аутентифицироваться в сеть Dash и не доверять кому-то, запускающему для тебя ноду. Ты просто подключаешься к сети. Так что я не вижу какого-либо другого проекта, решившего эту задачу. Хотя мне было бы интересно посмотреть. Окей, хорошо. И говоря про мастер-ноды, скажи, правда ли это, что Binance владеет порядка двух сотен мастер-нод? Знаешь что-нибудь про это? Я не могу подтвердить это с уверенностью. Определенно, они не говорили, что это делают. Но полученные на блокчейне доказательства говорят о том, что, возможно, у них есть 270 мастер-нод. Я думаю, это количество, которое мы можем определенно назвать. И мои предположения здесь, опять же, у меня нет доказательств, это лишь то, что я думаю, что каждый, у кого есть Dash на Binance, помогает им держать мастер-ноды. Например, у них есть программы за стейкинг Dash, вознаграждение которых выше, чем дает сама сеть Dash. Так что я думаю, что Dash каждого является частью мастер-ноды Binance. И ты должен попросить, чтобы стать частью этой программы. Так что они используют деньги других, чтобы субсидировать людей, которые решили участвовать. Это так выглядит, но я могу ошибаться. Окей, для того, чтобы запустить мастер-ноду Dash, требуется 1000 монет. Это ограничение останется всегда или будет уменьшаться? Короткий ответ — да. Но более длинный ответ — сейчас это на уровне протокола. И я участвовал в этом сам, чтобы посмотреть, как это работает. ты можешь сделать полудоверительный. То есть ты можешь... К примеру, у меня есть 100 Dash, у тебя есть 100 Dash, у всех есть 100 Dash, и вы все можете отправить деньги на кошелек с мультиподписью и подписать, не транслировать, только подписать транзакцию возврата, которая каждому возвращает их 100 Dash. Это как бы кнопка возврата денег, которую каждый может нажать, чтобы все получили обратно свои деньги. То есть у тебя может быть 10 людей или сколько угодно, совместно запустивших мастер-ноду и в ней участвующих, и которым не нужно беспокоиться, что кто-то один убежит с их деньгами. Сейчас это довольно технически сложно. Не так много опыта, чтобы это сделать. Но есть компания, CrowdNode, предоставляющая услуги кастодиального мастер-нод-пула, позволяющая тебе делать стейк и делающая все за тебя. И через несколько месяцев они собираются выпустить систему, позволяющую запускать совместную мастер-ноду без доверительной передачи денег. И значительно проще. То есть они помогут тебе создать мастер-ноду, когда у тебя есть 100 или 200, не важно сколько дашь, и ты сможешь быть частью мастер-ноды, не передавая свои деньги кому-либо в управлении. Хорошо, понятно. Можешь рассказать нам свое видение массовой адаптации криптовалют. Что должно произойти, чтобы крипта полностью вошла в мейнстрим? Да. Что ж, это очень интересная тема. И это тема, которой я был действительно озабочен последние несколько лет. Я пытался научиться как можно большему. Я полагаю, что к... Сейчас мы находимся в конце бычьего рынка. И не важно, означает ли, что будет последний финальный большой памп, или его не будет, в любом случае, мы вступим в медвежий рынок. К следующему бычьему рынку, я полагаю, мы достигнем массового внедрения. Это очень близко. И я думаю, что крупнейшая преграда на пути массового внедрения, что люди начинали с владения и зарабатывания криптовалюты. Многое в массовом внедрении говорит, покупай. Я это делал. Я пытался сам на протяжении многих лет убедить других. Потому что мне платили на протяжении многих лет эксклюзивно в криптовалюте, с 15-го года. Поэтому мне легко принять решение потратить, так как это все, что у меня есть. Но для других, когда я им скажу, эй, получи сейчас, а затем потрать, это сложный аргумент. Но все больше и больше людей владеют криптовалютой. Все больше людей получают оплату в криптовалюте. Высокопрофильные люди, например, различные спортивные звезды, они все получают оплату в криптовалюте. И это в какой-то степени становится необходимостью. Это предшественник массовому внедрению. Я не уверен, но мне кажется, что большинство людей из стран Первого мира, большой процент популяции, уже ознакомился с криптовалютой. По крайней мере, покупали в какой-то момент. И я считаю, что для них будет легче ее потратить. По сути, им нужно будет решить некоторые проблемы платежных приложений, интегрировать с системами в точках продаж, связать это с приложениями, как, к примеру, Dash Direct, о котором я говорил, что позволяет значительно облегчить оплату. Так что все, что нам нужно сделать сейчас, это заставить людей это заработать. И может оказаться непопулярным утверждать это, но я думаю, что NFT — это отсутствующее звено для того, чтобы массовое внедрение началось. И я согласен с тем, что многие NFT имеют очень низкую ценность. Это всего лишь пузырь, который придет и уйдет. Но это то, что творческое сообщество не имело ранее. Можно создать уникальное творение и продать его людям, заработав на этом деньги. Было гораздо сложнее продавать, к примеру, цифровым художникам. Или кому-либо другому было гораздо тяжелее это делать ранее. И даже когда бычий рынок уйдет и цены рухнут, люди все равно будут покупать такие монеты, как Эфир, как Солана. Люди будут их покупать даже в медвежьем рынке, для того, чтобы покупать и продавать NFT. И это новый источник дохода для людей, которого нету в фиате. И раз они его получили, то им нужно будет тратить крипто. Особенно тем, у кого нет банковского счета по каким-либо причинам. К примеру, я слышал историю, что есть 12-летний ребенок, который продал NFT на 150 тысяч долларов. Он слишком мал, чтобы иметь банковский счет, но при этом у него есть его деньги, с которыми он что-то собирается делать. А сейчас ты можешь просто поменять на ту крипту, которую собираешься потратить. Вот таким вот способом. Вот то, что я думаю произойдет в следующие 4 или 5 лет. Да, круто. Окей, Джоэл, спасибо большое, что поделился с нами этой информацией. Ценим твое время. Было приятно пообщаться. Может быть, что-то финальное ты хочешь сказать, перед тем, как мы это закончим? Много лет назад было всего лишь несколько сумасшедших, которые могли попытаться использовать криптовалюту как деньги, чтобы на них жить. Сегодня я полагаю, что в большей части мира уже это возможно. И становится легче с каждым днем. И я каждого поощряю начать это изучать. Чем быстрее, тем лучше. Потому что в какой-то момент может оказаться слишком поздно. Отлично. Прекрасный совет. Спасибо большое. Окей, ребята, увидимся скоро. Подписывайтесь на канал. Спасибо, Джоэл. Спасибо. Извини, бро, за мой плохой рунглиш. Он очень хороший. Не переживай. Было очень легко понять. Окей, спасибо большое. Было круто. Взаимно. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok